Всем привет! Я надеюсь, меня слышно в YouTube. Всем привет в Instagram. Меня зовут Орданг. Я профессионально занимаюсь изменением подсознательных блоков, изменением подсознания, перезаписыванием программ, которые ведут человека к нищете, к отсутствию денег, потерь, к тому, что нет любви, к одиночеству. И моя главная работа — это находить клубки сложных мыслей, сложных сценариев, доставать их из вашего подсознания и переводить вас, собственно, в деньги, в любовь, в возможности. Я думаю, что для вас не секрет, что подсознание — это такая часть, через которую вами управляют. То есть есть что-то внутри вас встроенное, куда внушаются определенные мысли, внушаются реакции и чувства. И, соответственно, когда человек профессионально подходит к этому, то есть он умеет заботиться о себе, о том, как заниматься вот этим гаджетом под названием тело, то он начинает оживать. Все предыдущие, ваш опыт предыдущий, да, то есть я знаю, что раз вы здесь, это значит, нету в вашей жизни результата того, который бы вы хотели. Возможно, у вас нету 10 тысяч долларов, может быть, 25 тысяч долларов нет в месяц, и вас это очень сильно смущает. Возможно, вы находитесь в не лучших отношениях, которые съедают ваше сердце, разбивают ваше сердце, или, возможно, вы не можете встретить своего любимого человека. Вот я как раз являюсь тем проводником, который пошагово проводит до результата. Это значит, что мной разработана на сегодня программа, большая емкая программа, которая уже доказала свои результаты, да, то есть я работаю уже так активно и глубоко 7 лет с подсознанием, с блоками, которые застревают в теле, и разделяю однозначно негативные нейронные связи и сущности, которые подселяются, и помогаю человеку убрать все, что мешает ему достичь своей настоящей жизни, своей линии жизни. Потому что если вы посмотрите мои вебинары, то вы наверняка увидите, как я часто говорю о том, что если вы должны были идти вот этим путем, то вот этот вот черный ящик, который произошел в самом начале записи программы, да, увел вас от своей линии жизни вот сюда. То есть здесь нет возможностей, нет любви, нет, соответственно, денег, да. И запрос, к которому человек приходит, вот здесь лежит, а как мне добраться сюда? Часто, конечно же, результат вот здесь вот, где нет денег и нет отношений, конечно же, всегда есть какие-то болезни, потому что психосоматические на себя тело забирают все нереализованности, которые произошли в вашей жизни, и, соответственно, через то, чтобы вылечить психосоматику через определенный ноль, да, мы начинаем двигаться дальше сюда. Ну, это достаточно такой приятный путь, который хотелось бы преодолеть, хотя расстояние тут достаточно большое. Но, тем не менее, чтобы прилететь, телепортироваться из этой жизни вот в эту, в другую ветку реальности вашей, да, то, конечно, приходится заглянуть домой и заглянуть в предыдущий ваш опыт, потому что там все и случилось, да. То есть именно в прошлом периоде времени нужно искать все проблемы. Бывает так, что люди говорят, слушай, да, я уже там все прорабатывала, я уже, значит, и с психологами, и с коучами в медитациях сидела. Вот если у вас нет результата, если у вас нет денег и нет отношений, значит, вы не проработали. Возможно, это на тот момент времени выглядело очень вдохновляюще, и вы почувствовали на неделю или, может быть, не знаю, на день, там какой-то эффект того, что вы якобы что-то поняли, что-то стало меняться, вы сами поменялись, не исключая. Возможно, вы сами перешли на какой-то другой уровень сознания того, что происходило в вашей жизни. Не должно так происходить. И бывает такой эффект после хороших психологов и после хороших трансформаторов, что, собственно, так, как вы жили, жить нельзя. Нужно как можно быстрее сбрасывать балласты и сбрасывать то, что вами не является и не является вашей жизнью. Вот, но только проблема заключается в том, что сценарий, в который вы заходите новый, да, он повторяется, естественно, да, то есть невозможно никуда убежать от сценария, который записан в детстве, паттернов поведения родителей, вот, и убежать от сценария отсутствия денег, да, потому что все в основном выросли без денег, а те единицы, которые вдруг выросли в деньгах, потому что их родители занимались, может быть, кооперативом тогда в пересрочный период времени, вот, ну, то есть они не дали любви тогда, потому что им было некогда, они занимались выживанием, вот, и получается, что деньги, они лежат в такой ячейке выживания, и, собственно, там, где есть деньги, есть выживание, и нет совершенно любви и тепла. Поэтому моя задача, собственно, это разбирать с вами все предыдущие, как бы, периоды времени, разбирать, просто показывать вам, вот так, просто буквально по кубикам раскладывать, значит, что происходило с вами в жизни, вот, и проявлять, позволять вам разбираться в этом достаточно агрессивно, достаточно яростно, особенно для женщин это рекомендуется очень сильно, вот, потому что все вот это, все прощающие техники, давайте всех благодарить, давайте всех прощать, вот, это даже с точки зрения сакральных умов абсолютная глупость, даже если мы не будем говорить сейчас просто о простой психике, которая на себя забирала чувство вины, и оно растет, и, как бы, вот это чувство вины, оно вас и наказывает, да, вы, как бы, сами себя наказываете отсутствием любви, сами себя наказываете отсутствием денег, вот, но даже если мы будем заходить с вами и в сакральную часть, то в сакральной части там однозначно говорится о том, что если вы уж там кого-то напрощали очень сильно, да, то вы таким образом, как бы, просто сняли с человека кармическую работу, да, которую он реально должен был произвести с собой тем, что он обидел, унизил, вот, и это касается и родителей в том числе, да, вот это вот прощение родителей, оно, как бы, с вас вину не снимает и с вас не снимает проблемы, да, а вот родители, вы, как бы, ну, ладно, пил, ты гулял, ну, ладно, избивал нас, ну, что ж, сделаешь, ну, повесился, ну, что ж, ну, вот, да, надо как-то прощать, отпускать, да, и получается вы не даете человеку, как бы, пройти, я сейчас говорю с сакральной точки зрения, пройти трансформационный путь, да, вы, как бы, его обнуляете и этим понижаете в статусе его душу, вот, поэтому есть сакральные формулы, которые, они, конечно же, не открыты для общего пользования, вот, потому что есть такое правильное знание, да, что, ну, невежим не передают сакральные формулы, однако, конечно же, тот, кто ищет, тот, конечно же, найдет, как именно можно починить свою жизнь до конца, до результата. Итак, давайте поговорим с вами о том, почему ни у кого ничего не происходит на самом деле, да, почему вы, там, сидели в медитациях и пытались, там, отрекаться от всего, что вас внушили, и ничего не произошло, то есть в вашей жизни не произошел принципиальный скачок в благополучии, и в том числе, почему психологические раскопки, они тоже, вот, как бы, архивы, которые вы стали поднимать про родителей, про бабушек и про дедушек, ничего не привели. Вот, значит, первая причина и самая яркая, на самом деле, да, то есть этому уделяется очень большое внимание в моей работе с моими клиентами, это то, что объем боли к родителям, если вы там уже все проработали, вам это неинтересно, можете уходить из канала, да, потому что я понимаю, что раз вы на этом канале, то, значит, как бы, нет денег, нет любви, да, если вы параллельно говорите, нет, я все уже проработала, мне уже надоело заниматься этой темой, да, ну, вы можете, как бы, еще год-два-три походить в этой иллюзии, потому что вы там что-то проработали, и потом, как бы, зайти и все-таки проработать правильно родителей, как говорится, да. Так вот, объем боли к родителям, он гораздо больше, чем то, что вы сделали в техниках, да, то есть объем боли, который вы отдали и который вы осмыслили, вот приблизительно такой, и обычно к моменту, когда человек заходит и говорит, так, я не могу двигаться дальше, двери любви не открываются, деньги не открываются, запутанная ситуация у меня в семье, мама меня достает, деньги все время считаем, то есть уходят в никуда, наследство, которое осталось, может быть, там, квартиру вы продали сейчас, или машину продали, после развода что-то получили, эти деньги вы прокушиваете, сжираете, как бы, и не остается ничего, вот, и это вызывает очень сильную тревожность и, может быть, даже панические атаки, вот. Так вот, причина как раз лежит в том, что все, что с вами сделали здесь в самом начале, значит, мама и папа, да, то есть это действительно очень, как бы, серьезное, такое огромное прям насилие психологическое, реже физическое, которое вот переносится в сегодняшний день, да, вот, и поэтому все проработки, которые ведутся там с психологами, да, они не всковыривают полностью проблему, вы забираете какую-то часть, считаете, что вы наладили там какой-то диалог с родителем, как-то их переосмыслили, правильные или неправильные, и, в общем, считаете, что все, на этом работа закончена, да, вот, может быть, кто-то проходил даже какие-то телесные там практики и чувствовал на себе вот это вот одиночество, необъятость вашего, значит, чудесного тела, ну, вот, и поэтому, как бы, в реальной жизни вы не получаете постоянные объятия и постоянно хорошего человека, который может находиться с вами. Но просто поверьте мне, что все, что вы делаете, это вот такой вот объем высказанного, вынутого негодования вместо того, чтобы вынуть все остальное, потому что деньги ваши вот здесь вот как в сейфе лежат, деньги здесь лежат, и любовь вот в этом сейфе. Поэтому первая причина, по которой ничего не происходит, это неправильное, недостаточное вытаскивание боли и неправильное переосмысление ролей мамы и папы. Вот, потому что мои ученики, они прекрасно разбираются в том, что же такое папа, что же такое мама, и при всем желании кого-то уважать выясняется, что ни мамы, ни папы по факту не было, да, то есть именно ролей таких классических, их хороших ролей, покровительства, структуры, доброты, этого ничего не было, да. Понятно, что не по их причинам, да, то есть они тоже были рождены в определенном государстве с определенными обязательствами, с чувством стыда и запутанности, и после своих родителей тоже претерпели достаточно унижений. Вот, тем не менее, нам не помогает осознание сложности их жизненного пути, потому что если у вас сейчас нет то, чего хотите, ну да, мы, значит, понимаем, что здесь подарок был достаточно сложный. Если здесь было насилие, очень сильное какое-то унижающее со стороны мамы манипулятора или насилие физическое или психологическое, если папа тиран, то что называется, да, вот, то как бы объем боли, он еще больше. Вот, поэтому делаются специфичные определенные техники, которые разблокируют, просто разблокируют вот ваши деньги для начала, да. Что значит, когда я говорю, разблокируют ваши деньги и отношения, это значит, что у вас появится энергия, потому что обычно, когда вы занимаетесь собой, вы знаете это состояние, ой, что-то ничего не хочется, ой, что-то бы уже отдохнуть, сейчас еще как, ну, действительно нужны деньги, но для этого же нужно что-то делать, да, действительно нужно менять что-то в отношениях, но у вас нет ресурсов для того, чтобы менять что-то в отношениях, да, то есть вы энергетически тащите с собой вот этот вот куб с энергией минус один, да, и когда вы говорите, мне нужно двигаться, то есть как бы брать ответственность за вот эти все вещи, то прямо скажем, я тоже вас двигать не могу, поэтому у меня курс начинается с того, что мы правильно, я обучаю правильно убрать все, что нависло на вас с самого детства, прямо по этапам, по шагам, то есть прямо, буквально, если хотите, нет ни одного дня, который не просматривается здесь в курсе. Специально заглядываем в каждый участок вашей жизни, в который происходило уничтожение вашей личности, вот, потому что вы любите и с деньгами может быть только личность, вот, а с деньгами может быть еще сущность, да, но у них своя работа, вот, а так, если вы хотите как бы и личность, и внутренне расцветать, чувствовать себя душевно очень хорошо и ощущать, что мир вам прям платит за то, что вы производите, за то, что вы даете миру, да, для этого нужно трудиться, чтобы трудиться, нужна энергия, вот, для того, чтобы менять поведение, нужна энергия другая, да, потому что проявление своего призвания, выстраивание своего, своих взаимоотношений в социальной среде, то есть представление своего продукта, это действительно требует энергии, и если у вас ее нету, то, конечно, ее нужно где-то расконсервировать, вот, потому что я тоже, как бы, ну, ни один учитель не может вытащить человека на принципиально другой уровень, если он запрограммирован ложными программами, иллюзорными программами, поэтому это первое, что вынимается. Вторая часть, которая является важной, это осознание того, что те примеры, которые вы видели, те примеры, которые вы видели, это касается не только родителей, это касается в большей степени, может быть, даже кино, и внушений, которые происходят от общества, да, внушений, как там мужчина и женщина должны себя вести в баре, как они должны себя вести в ресторане, как происходит секс, сколько должно быть этого секса и взаимоотношений, со сколькими мужчинами нужно встречаться, сколько их должно быть, сколько женщин должно быть, как мне нужно искать мужа, жену, что нам делать с детьми, если мы разводимся, да, то есть вот эти все ритуалы, которые действительно просто являются ключами, ключевыми ритуалами к тому, чтобы открывались следующие двери, счастье и любовь, все они извращены буквально, и поэтому, когда вы обращаетесь к каким-то источникам, которые вы когда-либо видели, да, то есть эти источники все ложные, и подцепить поведение правильное, да, как себя вести, как правильно отвечать, как выстроить взаимоотношения, как выстроить работу с деньгами, да, таких знаний нету в открытом доступе, да, то есть они не только скрыты, они еще извращены, и получается подсознание, как некий встроенный блок в этот аватар, туда загружаются чужие мысли, чужие действия, чужеродные, да, то есть которые никогда не приводят человека к хорошему результату, да, всегда это приведет к миоме матки, к тому, что у мужчины поднимется давление, да, и он там в какой-то момент не выдержит, уйдет из жизни раньше времени, да, то есть любое ложное поведение внушенное, которое кажется, что, ну вот, красивая картинка, вот так бы нам, да, вот, является ложной, вот, и поэтому, когда люди преследуют такую цель, вот, создать то, чего не существует, соответственно, уходит много сил на это, и более того, никогда непонятно, что же делать, да, вот как бы эти себя в ресторане показали, что делать после, а что до не показали, а что делать, если вот мы живем вместе год, второй, третий, четвертый, пятый, вот, и у меня призвания нет, у него тоже призвания нет, мы ходим на работу, а как нам тогда себя вести, просто продолжать ходить на работу, или, может быть, искать призвание, или не надо его искать призвание, да, то есть все-таки как правильно. Этих знаний нету, соответственно, это второй пункт, который проясняется, это то, что является ложным, и, собственно, объясняется как правильно. Третья причина, по которой нету результата, заключается в том, что вот этот этап, да, а как же все-таки правильно, да, бывает так, что некоторые гуру, они делятся с тем, как, собственно, правильно, и вы пробуете это применять в своей жизни, и замечаете, что то, что вы делаете, вас хватает это на дня два или три. Например, как именно женщине адаптироваться под такую женщину, которая и красивая, и умеет там в доме ладовать, и сама сексуально выглядит, и, в общем, все-все-все, то есть столько сил ушло, а чего я должна для него, он вообще какой-то придурок, и я тут буду для него вот таким вот образом как бы себя вести. Вот, и поэтому здесь есть как бы две ошибки. Действительно, может быть, он действительно придурок, вот, а если он не придурок, то и ты, женщина, не умеешь себя вести определенным образом. Это говорит о том, что внутри тебя есть определенная сущность, которая не дает тебе применить те знания, которые, собственно, дают и которые лежат прямо вот так вот в открытых источниках, да? То есть буквально дают чистую воду, ее начинаешь пить, и идет отторжение чистой воды. Не могу вести себя так. Это, если на простых примерах, это можно прямо даже более простые вещи обсудить, не только деньги, не только отношения, а точно так же работает. Мне нужно хорошее тело, мне нужно ходить в спортзал, например, да? И все, и внутри такая ломка, уже спортзала не хочу, срочно надо купить какой-то бургер, вообще сегодня никуда не идем, новые дела какие-то появились, да? То есть внутри стоит программа, которая противоречит здоровью физическому. Точно так же внутри человека стоят программы, которые противоречат ему, его здоровью материальному и его здоровью, собственно, в отношениях. Дальше. Третья часть заключается... Так, это мы говорили о примерах, то есть третья часть говорит нам о том, что есть правильное поведение, то есть нужно его знать. То есть это правильное поведение нужно знать. И для того, чтобы делать это правильное поведение, и это четвертая опция, четыре, для того, чтобы делать это поведение, нужно создать внутри себя платформу новых регистраций чувств, действий и реакций, для того, чтобы когда вы зайдете в реальные какие-то отношения или когда вы заходите в деньги для того чтобы у вас подсознание уже были эти пакеты потому что все что сделали мама папа все что сделала школа здесь вот это вот сиденье бесконечное за партой унижение и постоянная оценка да то есть это школа плюс садики там 15 и плюс институты то есть это 20 лет значит вытрачивание непонятно на кого и это значит что те структуры которые внутри вас они все настроены на обесценивание все настроены на унижение и поэтому ваш внутренний радар он работает именно в ту сторону где бы где найти еще человека который организует вам обесценивание где еще встретить человека который организует вам унижение так работает внутренний радар и когда вы это понимаете что вот этот весь путь. Возможно, это не сразу понятно. Всегда у меня расчет на одного из ста, кто поймет и сделает свои изменения, потому что я работаю до результата. Если вы не приходите за деньгами, вы будете с деньгами. Если вы приходите за отношениями, вы будете с отношениями. Потому что перерегистрация чувств, действия, поведения, которое вынимается все старое, переосмысляются вот эти обиды, которые человек ощущает после того, как ему полжизни забрали по факту. Потому что ко мне обращаются те, как обычно кому 35-40 и старше. И после этого делается перерегистрация чувств и действий. Перерегистрация чувств и действий – это ключевой момент, который меняет полностью жизнь человека. Для того, чтобы вы сами посмотрели на себя, а какая вы на самом деле? А какой вы на самом деле? Потому что до этого момента, если у вас каша в жизни, есть еще сложные ситуации, когда вы уже потеряли своих близких, например, может быть, у кого-то муж умер, у кого-то жена ушла из жизни, или родители как-то сложно уходили из жизни в течение, пока вы были ребенком или подростком, или молодым человеком. То есть это все негативные программы на самоуничтожение. Я это называю как поиск шахида на моем близком родственнике. И это все передается по наследству. То есть вот эти все страхи смерти, этот синдром, который есть, страхов после таких сложных событий, когда родственник, близкий уходит из жизни, это все оставляет очень тяжелые следы, которые нужно распутывать. Особенно, что касается смерти, там всегда есть определенные еще дополнительные точки, никогда это не возникает из ниоткуда, там всегда есть какой-то шлейф, буквально такой, как я говорю, когда вы втроем живете, получается, мама, папа, вот, вернее, в четвером, да, мама, папа, вы и смерть, да, или мама, папа, вы и насилие, да, то есть есть еще какая-то сущность, или мама, папа, вы и алкоголизм, например, да, вот, и, соответственно, вы это видите сами по своему опыту, по своей жизни, что постоянно возникают те же самые паттерны, постоянно возникает та же самая история, и вы уже как бы сами себе не верите. Вы знаете, когда все-таки лет 35 человеку, да, он еще в неких надеждах, что он сейчас что-то найдет, построит, что сейчас, значит, все произойдет, может быть, есть какие-то паузы между прошлыми встречами или другими работами, но, тем не менее, есть такое вдохновение, когда уже 40 или 45, ты уже начинаешь буквально сам себе не доверять, ты чувствуешь, как будто бы тебе только что, вот, ты его видел, он там на столе лежит, например, вилка, да, ты отвернулся, вилки нет, и ты думаешь, ты, наверное, сошел с ума. Вот точно так же действуют и вот эти вот программы навязчивые, да, которые на обесценивание, то есть ты выбираешь, ты уже внимательнее присматриваешься к партнерам, считаешь, что ты уже научена опытом, думаешь, что, ну, на этот раз ты уже внимательнее приглядишься и уже не совершишь тех ошибок, что раньше, и через какой-то период времени, обычно это через месяц, может быть, через три, ты видишь, что все это повторяется. То ровно тот же сценарий, есть элементы всех ваших прошлых мужчин в этом мужчине, либо если мужчина ищет женщину, то он видит, что в новой женщине, с которой у него были надежды что-то построить, все опять выглядит так, что она вытирает от него ноги, обесценивает, он неинтересен. И снова вы находитесь в той же самой точке обесценивания, унижения, там же еще прилепливается обязательно игнорирование, и все это сублимировается в тело, начинаются миома, киста, значит, у мужчин, как правило, давление, там, печень или алкоголизм, да, мужчины больше подвержены, наркомания в том числе, да, которая такая с галстуком в костюме, короче, все дорого, машина дорогая, вот, и коколин дорогой тут же. Вот, и получается, что для того, чтобы вылезти, вытащить свою жизнь на другой уровень, нужен действительно подход до результата, вот, потому что главная проблема сейчас заключается в том, что после психологии, после медитаций, после коучинга, после, там, дыханий разных, то есть после разных всех методик нет результата, да, и поэтому важно, как бы, сейчас сощетиниться и найти себе учителя, который доводит до результата. Я один из таких наставников, который доводит до результата. Я рассказываю, показываю, почему не получилось сделать, хотя бы, возможно, проделывали большую работу. Я показываю, где именно блок, который нужно вынуть и убрать, и однозначно показываю вот эти все регистры, которые у вас записались негативно, из того, что с вами уже сделали, да, то есть будет у вас этот список, вы просто увидите. Бывает так, что люди не замечают, они рассказывают свою какую-то историю, и только в отражении от правильного наставника не начинают видеть, насколько все похоже, как, оказывается, сублимируется нереализованная энергия родителей, сублимируются через вас, и повторяются сложные, очень, ну, очень сложные такие, я это называю, дизайны такого иллюзорного мышления, да. Вот, поэтому, если вам пора действительно менять что-то в своей жизни, вы уже пришли к такой крайней точке, где вы понимаете, что ничего не сработало, но вы хотите быть с деньгами, вы хотите быть в своем бизнесе, вы хотите действительно деньги, которые у вас еще есть, вот эта подушка безопасности, которую вы проедаете, чтобы она не была проедена в унитаз, а чтобы вы инвестировали в себя, конкретно в себя, в свой рост и получили реальный результат. Призвание, рост денег и, конечно же, отношения, потому что это очень приятно наслаждаться жизнью с человеком, который находится рядом с вами. Вот, поэтому обязательно обращайте внимание на то, что самая главная часть, она находится вот здесь вот, в том, чтобы, а как себя раскопать назад, как самому появиться снова в своей жизни. Вот, обычно, когда человек вынимает себя из ложных программ и иллюзий, он буквально просто становится другим внешним, да, то есть он меняет свое поведение, физически меняет поведение, у него появляется энергия на спорт, на правильную еду, на то, чтобы выстраивать отношения, вот, потому что все настолько нервно-паралитически тревожные, да, что все любят хлопать дверями, потом через три месяца или через полгода там сканировать друг друга, кто где, потом, значит, заходить в эти отношения, снова бросать друг друга, да, то есть вот эти вот эмоциональные качели, а точнее гормональные, да, вот этот набор гормональных бутылочек внутри, значит, вот этого физического тела, вот, он будет отыгрывать свою негативную регистрацию. Для того, чтобы зайти в деньги и в отношения, нужен другой набор гормональных бутылочек, и этот набор, он буквально создается, он просто буквально создается в правильных техниках, которые меняют жизнь человека. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете сейчас задать, неважно, на какую тему здоровье, деньги или отношения, то есть вы получите конкретный ответ, потому что есть еще такая очень интересная вещь, что на самом деле, что именно делать для того, чтобы разрешилась ваша ситуация, я говорю очень быстро, как правило, да, другое дело, что сущность внутри человека, она говорит, нет, невозможно, ну не может быть, чтобы это было именно так, да, вот, потому что, сейчас я вам нарисую, как это все выглядит в жизни, потому что речь идет о контрактах, то есть если вы заключили контракт с одиночеством когда-то, да, или за вас заключили контракт с одиночеством, то получается, значит, этот контракт нужно разорвать и нужно выстроить другие отношения там с тем эгрегором, с которым выстроен был контракт на одиночество. Например, это может быть мама по факту, да, то есть в обычной жизни одиночество у нас внушается мамой. Считается, что очень хочется сказать, что папа ушел, бросил там и все остальное, но нет. Папа не играет такой серьезной роли, как мама, потому что мама имеет такую вот большую, захватывающую такую вот энергию, а у папы вот как бы такая небольшая. Даже папа, если налево ушел куда-то или прямо пошел, то есть у папы объем энергии небольшой, папа не может так сильно влиять, поэтому влияет женская энергия. Если мама придарила вот такой вот пакет одиночества, и вы, соответственно, здесь вот сейчас идете по жизни, понуривши, потому что а где же моя любовь, а что же такое со мной происходит? Вот, а по факту вы с собой несете вот этот весь, значит, пакет одиночества, вот, и вам нужно зайти в новые двери здесь. Вы говорите, где моя любовь? Я хочу зайти и получить себе любовь. И мой совет, естественно, будет о том, чтобы, значит, не просто как бы отдать маме все, что, значит, мама придарила, да, вот, а действительно просто буквально расконтрактоваться с мамой. Буквально просто, например, не звонить две недели, четыре недели. Некоторые из вас могут мне сказать, слушай, ну, у меня ее нет уже, она ушла из жизни уже моя мама, да. Тогда нужно будет на листике написать, что все, как бы, я, значит, два месяца не хочу даже думать, что ты моя мама, например, да. Вот, и вы удивитесь, значит, что, проделав такое упражнение, в общем, вам прям буквально вот с вас просто будут снимать пакетами вот это все одиночество, вот, и вы получите заход, вы получите человека, вы его увидите очень быстро и сразу. Другое дело, что если вы не умеете быть женщиной, а женщина – это работа определенная, точно так же, если вы не умеете быть мужчиной, правильным, да, то вам, как покажут вашего партнера, так же и заберут. Вот, потому что есть определенные ритуалы, которые нужно соблюдать всегда. Как я говорю, неважно, каким мужчина является, какого статуса, каким он, ну, мы сейчас говорим о хороших мужчинах, не о тех, которые там, значит, хамят, бьют или еще что-то такое, да. То есть если есть хороший мужчина, то есть он порядочный буквально, да, вот, может быть, он не очень там одухотворен психологическими какими-то моментами, да, но приблизительно мы всегда себе получаем наше отражение, да. То, соответственно, женское поведение должно быть одинаковое относительно мужчин, любых. Точно так же и у мужчины должно быть одинаковое поведение относительно женщин. И вот это поведение, его нужно разузнать. И у меня это есть внутри программы, потому что нужно взять правильное поведение, чтобы активировать правильно мужчину. Да, возможно, между вами не возникнет химии какой-то, и вы тогда разойдетесь. Если возникнет химия, прекрасно, тогда вы сможете попробовать вместе друг с другом создать что-то хорошее. Но в целом поведение, оно должно быть одинаковое. Это как бы нонсенс, это вообще сейчас непонятно то, что я говорю, как это, а вдруг он такое, я тут ему скажу, посмотрю, а может, не нужно, он должен начать первым или вторым, да. Вот это весь набор манипуляций, вот этих вот закрученных, вот отсюда. Это же мамина, короче, мамина школа, вот это все. Значит, я не думала, я знала, а потом я не сказала, вот это все. И вот это все, вот когда вы такая вот закрученная ходите, да, вот такого же как бы чувака вы можете себе найти, да. Либо если вы находите хорошего, вы просто его завязываете. То есть у мужчины сразу начинают деньги пропадать. То есть в такой, в таком, как бы, в самозапутанности, когда женщина не понимает, когда она стратегически планирует, как с ним правильно сейчас так обойтись, сейчас или потом, как только у вас возникают какие-то сложные планы манипуляционные, вы должны знать, что все, вот если у вас по поводу какого-то объекта, вот просто вы сейчас стратегически думаете, как сделать правильно, все, вы его уже закрутили. То есть он, если у него были деньги, он потеряет, если у него не было денег, у него так денег и не будет, и при вас, да. Хотя вы можете думать, что нет, ну рядом со мной же у всех там было, вот, ну если бы было, я думаю, что вы бы там и остались. Потому что у женщин очень часто я это наблюдаю, потому что все уже знают, что на самом деле, если ты правильная женщина, то у него растут деньги, да. Это так и есть, вот. Но раз вы как бы чувствуете истощенность, да, что как бы у вас все время ломаются отношения, и все-таки все плохо и в деньгах тоже, вот, то, значит, надо просто признать, что что-то вы не знаете. Значит, нужно разузнать, как именно, что же это такая за энергия. Вот. И поэтому я про что сейчас говорю, что вот эти двери открыть можно очень быстро, сделав правильные определенные действия. Или, например, ко мне женщины заходят иногда и говорят о том, что, ты знаешь, у меня здесь есть, значит, мужчина, вот, но я еще не развелась с этим, но просто у меня с ним уже ничего нету, то есть у меня к нему как бы все, то есть он для меня закрытый вопрос, но регистрация есть. А дальше вот я пытаюсь здесь что-то строить, и здесь тоже просто какой-то кошмар, то есть у нас просто вопрос на вопросе, мы то ругаемся, то расходимся, то сходимся, друг без друга не можем, и вместе мы тоже не можем, да. И, конечно же, первое, что нужно сделать, это убрать эту регистрацию. Нет, я не могу убирать регистрацию, там же у нас квартира, там еще дети, там это маму нужно задействовать, и вообще я в другой стране. Все. Если все выглядит вот так вот, что вот есть целый список, да, то нужно как бы здесь отпустить друг друга, потому что вы просто заработаете друг другу ему давление, себе, милому, и отсутствие денег у вас обоих, да, потому что это и есть, это и есть вот эта самая, значит, воронка, в которую утекают деньги и здоровье. Вот. Я про что сейчас говорю? Что на самом деле решение проблемы, оно всегда лежит в одной, в двух, в трех точках буквально, решая которые, вы выходите на другой уровень. Дальше. Если у вас есть знания, да, то есть, например, вы говорите мне, слушай, я хочу получить, ну, BMW, например. Я говорю, хорошо, тогда хочешь получить BMW, там, убери вот это из своей жизни, вот это здесь вот так переделай, да, все. И вот в какой-то момент вы получаете BMW, и вы садитесь в эту машину, но вы не понимаете, как там управлять. Более интересный пример, наверное, в виде самолета, да, машина, наверное, это что-то слабенькое, так на мной была приведена, самолет, да, вы говорите, я хочу самолет. Я говорю, делай, делай, ты-ты-ты-ты, все, вот тебе самолет, вы получаете этот самолет. Но вы садитесь туда и не можете взлететь. Вот точно так же и женщина, которая получает мужчину, она не может на нем взлететь, потому что у вас нет управления мужчиной. Мужчина не может взлететь с женщиной, желающей получить женщину, потому что у него нет элементов управления. Вот, ну, как минимум, первых двух, да, мужчина – это структура четкая, да, и он вообще не должен быть зацеплен за женщину. Мужчина зацеплен за цель. Женщина, если не идет за ним, все, потеряй ее сразу, все, она неинтересна. Если она не способна идти за тобой, теряешь ее, не может быть между тобой и твоей целью стоять женщина. Ее нету, я что-то не могу бизнесом заниматься. Все, это зависимость, это и лечится. У женщин то же самое. То есть есть призвание, есть дом, есть дети. Ой, если у меня что-то с ним не так, все, я ничего делать не могу. То есть получается между мной, миром, между мной, моим телом, между мной, моей едой, очень часто женщины так говорят, что вот его нету, все, я есть уже не могу, уже пить не могу, я уже там или похудела, или наоборот, я есть начинаю постоянно. То есть получается между мной, моим телом, обязательно должен быть всунут, значит, мужчина, тогда я начинаю жить. Но как вы понимаете, мужчина в этот момент, он истощается. Если он превращается в такую прокладку, точно так же и женщина. Если женщина, прокладка между мной и моим бизнесом, вот когда у меня есть женщина, я достигаю. Когда у меня нет женщины, я никто, я половая тряпка. Это и лечится, собственно. Это и есть та самая зависимость, которую нужно убирать, значит, здесь, то, что записалось в самом старте. Поэтому я говорю сейчас о навыках, потому что получить можно. То есть убирая все проблемы из прошлой жизни, вам выдадут. Но к этому моменту вы должны быть с инструкцией, а какой мне нужно быть, чтобы, собственно, со мной хотел человек остаться, чтобы он хотел мне покупать цветы, или каким мне надо быть, чтобы ей хотелось идти за мной и за моим призванием. То есть это совершенно другое поведение. И этому поведению нужно выучиться. Потому что, на самом деле, вот эту часть… Ну, хорошо тут, когда мы начинаем с вами только работать, всегда понятно, какие блоки нужно убрать, какие сущности, что произошло с мамой, с папой. То есть отдать весь этот абсурд, который произошел в первый период времени. И дальше исследуется каждый участок того, где вы сами заключали уже контракты. Где вы брали регистрации какие-то на брак, брали ли вы кредиты какие-то, дарил ли там бывший муж, умер, но подарил, и я сижу теперь в этом наследстве от бывшего мужа. И, естественно, эта ракушка, которая вас просто заблокирует, вы не сможете встретить другого мужчину, если вы находитесь в чем-то, что оставил прошлый муж. Это самое сложное, на самом деле, во всех проработках. Это, пожалуй, вот эта вот часть, когда наследство есть, оно в энергии мужа, которого уже нету, и хочется, а дальше хочется взаимоотношений. То есть какие именно действия нужно сделать, чтобы действительно в жизнь вошел другой мужчина, чтобы энергии прошлого мужчины не перестали фонить. Более простые варианты – это когда понятно, что вы находились в отношениях каких-то и потом вы расстались и встречаетесь с другим мужчиной и чего-то решили одеть, не знаю, там, кофточку, которую купил вам предыдущий мужчина. То есть это абсурд полный. То есть если кто-то так делает и вы думаете, о чем у вас проблема в отношениях, просто повыкидывайте все буквально. Потому что очень часто и мужчины, и женщины берегут какие-то вещи, то ли в надежде, то ли просто денег нет, то ну что же уже теперь, ну что же там одевать. Это все очень сильно действительно реально влияет. И поэтому те чистки, которые нужно тут пройти, если есть какие-то такие наследства, которые вам остались от вашего жизненного пути, то эти двери тоже будут закрыты. Для этого тоже проделывается работа. И получается, если внутри тела находятся сущности, которые мешают обучаться новым знаниям здоровым, которые впустят отношения, которые впустят любовь, то, собственно, мы занимаемся тем, чтобы убрать до конца все, что находится внутри и не является вашим. Тем, чтобы вы могли спокойно взять, убрать блоки, вот эти, которые закрывают буквально ваше сердце, тут похоронено под этими блоками родительскими и американского кино, например. Затем мы переходим с вами к тому, к вашему жизненному пути, где вы напринимали решения неправильных, то есть которые только вас привязали к прошлому. Это как крючки, как говорится, как называется. Да, вот просто они тянут вас назад. Снимаются вот эти все крючки, которые вас тянут назад, и затем вы обретаете новые знания, берете новые знания и тестируете буквально сразу же. Деньги – более простое мероприятие, прямо вам скажу. То есть если вы ищете деньги и хотите убрать блоки на деньги, запустить, понять свое призвание, запустить свои деньги – это несложно. Это действительно определенное последовательное действие, которое полностью под вашим контролем находится. Отношения, они напрямую зависят от того, как вы запускаете деньги, как ни странно. То есть когда вы реализуете свой внутренний мир, потому что вы родились какими-то своими талантами, эти таланты нужно отдавать другим людям. Если вы ничего не отдаете, то, соответственно, вам ничего не полагается. Полагается, вибратор на ножках будет ходить. Да, мужчина, как бы, ну я имею в виду, то есть секс, вот и все. Ну и вы это знаете. А если секс был, все, а дальше секс-то ничего не пошло. Создать ничего не можем. Вот. И получается, что вы как бы не поднимаетесь ниже, вы не поднимаетесь выше пупка, выше вот этой самой третьей чакры. Как бы зайти в отношения, потому что отношения – это все-таки служение, это слышать другого человека, это быть внутри роли. Это уже такие высокого порядка вещи, да. Вот. А вот эта вот нижняя часть, да, она будет удовлетворена, правда, ее тоже потом чистить надо. Но, тем не менее, на это можно рассчитывать. А когда вы реализуете свой дар, свое призвание, у вас запускаются ваши хорошие деньги, да, то тогда как бы сразу вас видно становится творцу. Творец говорит, вот смотри, хорошая женщина, давай ей хорошего мужчину дадим. Или вот смотри, какой мужчина взял ответственность за свое предназначение, делает, помогает другим людям, давай дадим ему хорошую женщину, соответственно. То есть это очень связанные вещи. Вот. Потому что я тут не занимаюсь этими выдумками, иллюзиями, да. То есть я за полгода со мной можно полностью трансформировать, полностью жизнь. Убрать все, что не нужно. За два месяца запустить деньги. И потом постепенно дочистить себя до себя. Потому что если 40 лет вас не было в вашей жизни, а это понятно так, что если вы деньги теряете, вы мечетесь, куда лучше пойти. Вы ругаетесь постоянно с мамой. Вы вспоминаете, что вам, не знаю, звонят какие-то родственники, все время спрашивают, ну что там у тебя, да. То есть вы как бы это отчитываетесь еще там перед кем-то, да. Деньги ваши тают. Вы не понимаете конкретно, что вам делать. Вам как бы уцепиться, вам не за что уцепиться, кроме как за разборки внутри семьи. Тот, кто слушается, тот пошагово идет по плану и, собственно, полностью пересоздает все свои сферы жизни абсолютно, родители, отношения, деньги, взаимоотношения с собой. И, собственно, выходит полноценным человеком с деньгами и через какой-то период времени хвастается уже личными отношениями. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если все понятно, то я рекомендую вам ставить лайки, комментарии и писать, подписываться на канал обязательно. И вы можете перейти на старт-модуль, который бесплатный. Вот. И внутри этого стартового бесплатного модуля вы можете посмотреть материалы, прям буквально, которые взяты из большой холистической программы по лечению денег и отношений. И я там прям буквально раскладываю, как именно что записывается, как это лечится. То есть будет лекции, которые даются холистическим терапевтам, которые лечат до результата людей. Если вы ищете работу дорогостоящую, то холистическая терапия – это прекрасное направление. Я вас выучу, у вас будет богатый, хороший бизнес лично ваш в этом направлении. Если вы хотите вылечить себя, то, конечно же, вы можете это сделать, потому что в программе есть все, чтобы вернуть себе призвание понять, зачем вы родились, разобраться со всеми вашими отношениями, разобраться в вашем прошлом, которое как бы фонит сейчас, в настоящем времени. Потому что если вы терпите унижение, это как струна в скрипке, но вот так вот все время вас тянет и тянет всю вашу жизнь. Обесценивание, бросают, предают. Вот это все нужно вынимать, шкрябывать по линии вашей жизни обязательно. Вот, поэтому внутри программы делаются очень крутые техники, очень много техник на сегодня разработано. Лично мной уже, потому что я являюсь профессиональным специалистом. У меня прошлое, конечно же, и психологии, и колчинг, как у многих профессионалов. Но это все не работает, это все дает такую хорошую терапевтичную поддержку о том, что, ага, ну, теперь понятно, значит, почему все так плохо, мы разобрались, а как же все-таки это починить? Внутри моей программы можно починить до конца. Есть три пакета, вы можете выбрать самый спокойный для вас. Это дорого, это все равно будет дорого, это все равно будет неудобно. Вот, но жизнь нужно выкупать. Поэтому там есть три пакета, вы можете их посмотреть на сайте, эти три пакета, и зайти посмотреть бесплатный модуль. Вон, недолго, там, не знаю, за полтора-два часа вы можете спокойно себе просмотреть. Очень качественный, очень крутой материал. Вот, и если вам нравится, как я предлагаю, и вы чувствуете, что да, я подхожу вам как наставник, значит, заходите, выбирайте, вы можете мне написать. Мы можем лично с вами постречаться тоже. То есть у меня есть и личные консультации, и вип-консультации есть в том числе, и они заявлены. Вот. Или вы просто понимаете, что, ага, оказывается, это все можно починить, да, можно починить до конца, до конца, с гарантией, да, с гарантией, только если вы будете что-то делать. Если вы не делаете то, что я говорю, я прям удаляю из своей программы, мне это неинтересно, мне нужны люди, и я ищу людей, которые готовы заниматься собой и своим благополучием и ментальным здоровьем. Если кто-то не занимает, у меня прям встроено, конечно, уже этого не было давно, не знаю, лет, года четыре уже не было такого, чтобы кого-то там жестко так забанить пришлось. Но, тем не менее, до сих пор этот инструмент, он существует именно за тем, чтобы в группе оставались только те люди, которые хотят достичь результата. Потому что, заходя сюда, вы увидите деньги в чате. То есть один ученик, второй ученик, третий, наращиваются деньги. Кто-то говорит о том, что я встретила свою любовь, выравниваются отношения благодаря программе, которая есть. То есть женщины и мужчины обретают возможность строить здоровое, перспективное, благополучное будущее. Поэтому, если нужно починить свою жизнь, и пришло время, переходите, интересуйтесь, не отвлекайтесь никуда, потому что мой опыт показывает, что если все унесло куда-то, все, через год возвращается. А у меня тогда была миома, а теперь у меня еще, короче, все кости болят там теперь. А у меня было то, а теперь еще вот это у меня все. То есть ваше тело, оно уже не может, вы сами знаете, что ваше тело вас скрючивает, короче, просто сильно от того, что вы не реализуете себя. Для целителей это особая тема, которые боятся людей и боятся помогать. Возможно, вы не знаете достаточно методик. Здесь я вам дам все, вы будете с гарантией помогать людям, до денег, до отношений, с гарантией помогать буквально. И потому что целительская энергия, она вообще такая очень сложная, она очень сильно разваливает тело, если человек не реализует свой дар. Вот и чем более талантлив человек, тем больше тело будет развалено. Вот это тоже нужно осознавать, да. У каждого есть свой определенный потенциал влияния, и тот, кто реализует свой потенциал, он всегда будет в очень хорошем состоянии, благополучном. То есть десятку можно сделать всегда. Тот, у кого потенциала на большее, он способен на большее, но он сидит тут, боится, тут он не знает, тут еще что-то, да. Это всех сфер касается. И если вы дизайнер по мебели, по интерьеру, если вы разбираетесь в каких-то особых технологиях, не знаю, биохимии, например, если вы талант, но вы не реализуете этот талант, все тело будет разваливаться вот так вот на куски, потому что тело дано для реализации таланта, для реализации дара. Так, Ирина пишет. Здравствуйте, впервые у вас было интересно. Благодарю вас. И я вас тоже благодарю, да. Смотрите, все, у меня много материалов, очень достаточно, да, если вы хотите что-то вникнуть. Сейчас есть еще бесплатные консультации. 30 минут вы можете получить для себя, написав мне в директ в Инстаграме. Вот, и если в Ютубе, да, я тоже вижу, если кто-то пишет комментарий, да, вы можете тоже запросить. Однако я вам рекомендую смотреть лекции, большую программу посмотреть. И если все вам нравится, конкретно я, все это конкретно я, потому что я делаю до результата, тут должен быть учитель. Правда, есть еще один такой момент, что психика, которая, ну, то есть не психика, а на самом деле вот эти сущности, которые сидят внутри человека, да, то есть они же делают все, чтобы сломать жизнь человека, да, поэтому, может быть, ой, что-то я не верю, не верю, а что-то странно, странно, ой, как-то что-то непонятно, непонятно, а вот эти вот все начинают там внушать, и в итоге вы берете там и находите какого-то себе, значит, эту подружку-торологу, с которой вы в очередной раз что-то разложили там, да, вот такой есть эффект тоже. Вот, поэтому если страшно, непонятно, вот туда и надо идти, по факту. Поэтому я надеюсь, что вам страшно и непонятно, и вы ко мне все-таки придете, как сделали многие смелые люди, и теперь они с деньгами и с отношениями. Так, хорошо, благодарю вас за участие. Если вопросов конкретно каких-то у вас нету или вы не готовы их задать в эфире, то у вас есть такая возможность это сделать напрямую, или переходите, смотрите старт-модуль и заходите в программу, для этого все есть. Всех благодарю, и в YouTube всех благодарю, кто был на трансляции. Всем пока, подписывайтесь. Будем продолжать разбирать с вами подсознательные блоки на деньги, на отношения. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok